Здравствуйте! На канале ВКТ Время новостей в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. На Розах Утер продолжаются работы по ликвидации последствий селя. Решением главы Сочи здесь введен режим ЧС. В Крае подвели итоги профилактической операции гражданское оружие. Выявлено 800 нарушений. Кисти и краски против наркотиков сочинская молодежь решила по-своему отметить в день борьбы с наркоманией. Вчерашние школьники превратились в изящных леди и галантных джентльменов. В Сочи прошел городской выпускной бал. Вениамин Кондратьев сегодня принял участие в заседании Государственного совета России, которое прошло в Москве. Совещание провел Владимир Путин. Оно было посвящено развитию сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения. В ходе встречи говорили о том, как повысить качество ремонта и содержание трасс. Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу. И не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года. Это даст возможность дорожным строителям планировать работу в долгую, загадя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии. А накануне руководители регионов приняли участие в рабочем совещании в Подмосковье по подготовке к Госсовету, где уже начали обсуждать развитие дорожной инфраструктуры. В таком формате встречи перед заседанием Государственного совета проводятся уже традиционно. А накануне Вениамин Кондратьев встретился с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Арестовым. В ходе рабочего совещания губернатору был представлен руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Дмитрий Ткаченко. Соответствующий указ о назначении подписал Владимир Путин. Дмитрий Ткаченко был исполняющим обязанности краевого управления с декабря прошлого года. Как отметил губернатор, служба судебных приставов вносит существенный вклад в укрепление экономики региона. За пять месяцев этого года в краевой бюджет перечислено более трех миллиардов рублей налогов, штрафов и госпошлин. Это на 20% больше, чем за тот же период 2018-го. Однако острой для края остается тема задолженности по зарплатам. С работодателей предстоит взыскать еще 125 миллионов рублей. Заработные платы сегодня, конечно, это для большинства людей и жителей основное средство жизни, конечно. Поэтому предприятия, неважно банкрот, либо по иным обстоятельствам не выплачивают заработную плату. Конечно, это трагедия для семьи. Даже если один из членов семьи эту зарплату не получил, они на нее надеялись и вдруг ее нет. Поэтому здесь позиция судебного пристава, главного судебного пристава, судебных приставов, их активность, она очень нужна. Чтобы мы эту проблему в крае, она пусть небольшая, но преодолели. Поэтому активность сегодня явная со стороны судебных приставов. И здесь мы чувствуем одну общую команду в решении этой проблемы. Заработная плата, если сравнивать по уровню Российской Федерации, то активность судебных приставов Краснодарского края очень высокая. Практически 75% решений исполняются либо полностью, либо частично. Это очень прилично. Если говорить о средней исполняемости в решении в 40%, то 75% – это потрясающий результат. При взаимодействии краевой власти и службы судебных приставов на Кубани идет борьба с самостроями. И речь не только о многоквартирных жилых домах, но и незаконных ларьках и павильонах. Эта работа будет также продолжена. Самострои, они и не только это жилье, а ларьки, киоски. Это просто уродуют наши города, станицы, особенно побережье. Поэтому сегодня, благодаря опять-таки поддержке Дмитрия Григорьевича, мы активно сносим. Студебное решение бесконкретных действий – это всего лишь навсего бумага. А вот конкретный снос самостроя, и не важно, что это, дом, который построили, не важно, частный или квартирный, многоэтажный, либо это киоск, ларек, либо иное здание коммерческого предназначения, если оно снесено, то это, еще раз подчеркиваю, это очень сильный аргумент для тех, кто еще вынашивает планы что-либо построить в таком самостроенном порядке. Краснодарский край – это один из немногих субъектов, где эта проблема стоит очень, так скажем, жестко. И спасибо за вашу позицию, что сейчас, благодаря смене руководства, в том числе службы, мы нашли общие точки соприкосновения. В ходе встречи губернатор также добавил, что сегодня перед регионом стоит много задач в рамках национальных проектов, и их выполнение зависит от слаженных действий всех структур и ведомств. На Красной Поляне продолжаются работы по ликвидации последствий схода селя. Решением главы Сочи Анатолия Пахомова здесь введен режим ЧЭС. Сегодня на месте работает 81 специалист и 41 единица техники. Уже вывезено 11 тысяч кубометров грунта. Параллельно идет восстановление поврежденных участков автодороги. На месте также находятся представители собственника территории, сотрудники федеральной сетевой компании. Им предстоит восстановить и противоселевые укрепления. Сегодня к ликвидации последствий схода селя приступили и специалисты Сочинского национального парка. Они расчищают участок ручья Сулимовский выше по руслу. Водоканал очистил канализационную насосную станцию и коллектор. Пока водоотведение организовано по временной схеме. Помощь собственникам территории, своих специалистов и технику на место происшествия направила администрация города. На месте постоянно присутствуют и представители МЧС. В Крае подвели итоги профилактической операции «Гражданское оружие». В течение месяца инспекторы проверяли владельцев оружия, своевременно не прошедших перерегистрацию. За это время сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проведено более 6 тысяч проверок. Проверено почти 400 владельцев оружия, не прошедших перерегистрацию. Выявлено около 500 владельцев оружия, своевременно не подавших документы на продление лицензий и разрешений. Кроме этого, выявлено 800 нарушений оборота оружия. За допущенные нарушения изъято 600 единиц оружия и вынесено 465 предупреждений. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напоминают, что владельцы оружия обязаны своевременно проходить перерегистрацию не позднее, чем за месяц до окончания срока действия разрешения и соблюдать правила хранения. В случае переезда оружия подлежит постановке на учет по новому месту жительства в двухнедельный срок. Мэрия Сочи запустила социальную акцию «Болтливый водитель». Суть ее сообщать профильным ведомствам о случаях, когда водитель автобуса во время движения пользуется гаджетами, разговаривает по телефону, пишет сообщения или смотрит видеоролики. Это потребовал глава курорта Анатолий Пахомов. Наказывать за разговоры по телефону за рулем могут не только инспекторы ГИБДД, но и сами компании-перевозчики. Так, к примеру, за последний месяц в МУП «Сочи Автотранс» 15 водителей были привлечены к дисциплинарной ответственности за использование гаджетов на линии. Если кто-то из пассажиров заметит подобное нарушение во время движения, он может обратиться в дежурную часть ГИБДД по номеру 268-2003, либо на горячую линию по транспорту администрации города, плюс 7-918-665-2-665. На горячую линию можно позвонить или написать сообщение в WhatsApp. В информации необходимо указать госномер автобуса, номер маршрута, дату и время нарушения. Лучше, конечно, сфотографировать водителя с мобильным телефоном за рулем. Все сообщения будут рассмотрены. Кисти и краски против наркотиков в рамках дня борьбы с наркоманией. Сегодня в Сочи активисты закрашивали надписи, которые указывают, где купить дурман. Такая акция состоялась и в микрорайоне Донской. Здесь, куда ни глянь, везде на стенах домов краской написаны адреса сайтов, где можно приобрести наркотики. Заманивают на сайт еще и предложением работы, но и занятость сомнительная делает закладки. Сегодня на одну краску улегла другая. Так молодежь решила своими силами бороться с теми, кто занимается в Сочи распространением наркотиков. Меня это беспокоит. У меня есть знакомые, которые именно на эти граффити повелись. И одни начали работать и ни к чему хорошему это не привело. Другие начали этим пользоваться. И такая ситуация с надписями на стенах домов и заборах по всему городу. Ребята признаются, даже если акции не будет спланировано управлением молодежной политики, сами готовы взять краски и кисти в руки и такую же работу провести в своих районах, там, где они живут. Пример, как можно на своем уровне бороться с проблемой распространения наркотиков, ребятам показали старшие товарищи. Перед тем, как закрасить, мы это все фотографируем и отправляем в правоохранительные органы и в Роскомнадзор. Для чего? Для того, чтобы первое, это привлечь к ответственности. У нас город весь в камерах, вы знаете. Ведь они, в принципе, являются соучастниками большого преступления. И в Роскомнадзор передаем эту информацию для того, чтобы моментально блокировать эти сайты. Мы, депутаты городского собрания, совет молодых депутатов, молодые депутаты, тоже всячески содействуем этому движению и по возможности принимаем и личное участие. Готовы бороться и показать своим примером, что надо оказывать противодействие. В нашем регионе активность наркомании борется уже более 10 лет. Отмечается снижение первичной общей заболеваемости наркомании. С 2008 года она снизилась почти в 4 раза. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Стартовал прием заявок на соискание премии «Курортный Олимп». В ежегодном краевом конкурсе лидеров туристической индустрии расширен список номинаций. Всего 18 направлений. Среди них конкурс на лучший муниципальный пляж, кемпинг, гостиницу, лучшие туристические события года, лучшего инструктора, проводника, гида, переводчика и работника службы размещения. Лидеры в личных категориях получат также звание победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Лучше по профессии в индустрии туризма». В этом году на национальный этап от Краснодарского края поедут 5 победителей персональных номинаций «Курортного Олимпа». Со списком документов, необходимых для подачи заявки и сроками, можно ознакомиться на сайте Министерства курортов края в разделе «Документы». Церемония награждения лауреатов пройдет в ноябре на одном из курортов региона. Продолжаем выпуск. В концертном зале фестивальной накануне прошел бал сочинских выпускников. Праздник начался в 19 часов с торжественного шествия. Выпускники зашли в зрительный зал фестивального. Там состоялся концерт и театрализованные постановки. Но началось все с шествия. Теперь уже бывшие 11-классники прошли от улицы Ардженикидзе вниз к концертному залу. Там собрались 1200 человек из школ всех районов Большого Сочи. Этот день, мне кажется, важен для каждого ученика, который заканчивает школу. Это дверь в нашу взрослую жизнь, где много всего интересного, нового. Я обрел в школе поистине настоящих друзей, с которыми мы вместе будем двигаться дальше. И я очень благодарен в школе за это. В этом году многие сочинские выпускники получили высокие баллы по результатам ЕГЭ. ЕГЭ мы сдали в этом году лучше из самих себя прежних. Прошлого года у нас более 1100 высоких результатов от 80 до 99. И ура, у нас 20 стобальных результатов. Перед началом концерта здесь работало несколько площадок, как говорят организаторы, для создания общего эмоционального настроя. Хочется пожелать только одно – это в добрый путь, чтобы каждый выпускник действительно нашел для себя правильный путь. Для того, чтобы кто-то выбрал стать экономистом, кто-то служить родине, кто-то служить полиции. Самое главное, чтобы сегодня каждый из них сделал правильный выбор. В программе концерта были и театрализованные представления, созданные силами самих выпускников, в том числе мюзиклы. С 10 часов вечера небо озарил фейерверк, а затем началась дискотека. Она пробилась до половины 12-го. После этого всех участников выпускного бала развезли по домам. 250 спортсменок со всей страны собрались в Сочи на всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. Для нашего города это традиция. Черноморская чайка проводится 24-й год подряд. Помимо кубков и медалей, здесь гимнастки могут претендовать и на звание мастера спорта России. Это произвольное выступление Софии Шалыгиной, гимнастки из Костромы. Уже на первых секундах что-то пошло не так. Спортсменка неудачно приземлилась после сальто. Эмоции скрыть не удалось. София явно расстроена, но благодаря бойцовскому характеру решительно продолжает и ставит уверенную точку. Только это сейчас дошло, что нужно заниматься и работать над собой. То, что по щелчку пальцам ничего не будет. Когда ты хорошо настроен и уверен, ты смотришь на снаряд, на бревно. Бревно ровное, и ты должен идти по нему ровно. А бывает у тебя что-то в голове не то. То есть, а что если упаду, что если будет так, сяк. А этого не должно быть. Ты должна четко подходить к снаряду и делать то, что было запланировано. Карина Григалевич в свои 16 мастер спорта России. Говорит, бойцовский характер – это основное качество спортсмена. И только благодаря ему девушки остаются в этом травматичном виде спорта и не сдаются перед трудностями. Синяки – это ерунда, все вывихи тоже. Главное – стремиться к цели. Опаснее ведь спорта, но надо правильно все делать, тогда все будет нормально. Все получаться будет. Надо думать. Сочинская команда на Черноморской чайке представлена 11 гимнастками. Все они воспитанницы детско-юношеской спортшколы номер один. Сегодня это единственное муниципальное учреждение в Сочи, где культивируется спортивная гимнастика. На этих соревнованиях девушки могут выполнить звание мастер спорта России. В данных соревнованиях принимают участие уже 60 мастеров спорта, 90 кандидат мастеров спорта. То есть уровень соревнований очень высокий. В нашей спортивной школе созданы все условия для того, чтобы ребенок мог заниматься по программе 10-летней и мог достигнуть уровня даже мастера спорта. После того, как ребенок разовьется 3-4 года на спортивной гимнастике, его с удовольствием забирают и на другие виды спорта. Но нас это немножко огорчает. Потому что мы хотим ребенка довести до определенного уровня, и чтобы он уже выступал на соревнованиях различного масштаба. Из Сочи с кубками и медалями уедут лишь несколько гимнасток. Но зато все точно с сочинским загаром и морем эмоций. У спортсменок, собравшихся из 25 городов страны, запланированы и экскурсии, и походы на пляж. Ну а результаты турнира «Черноморская чайка» подведут 28 июня. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok